Сегодня мы в гостях у Любови Еленской, поселение родное Владимирской области. Сейчас мы снимаем, так выглядит дом, родовое поместье. С каждым годом оно совершенствуется, и в скором времени, еще буквально через несколько лет, совсем скоро, мы увидим просто какой-то теремок царства, все резное, красивое, как в сказке. И все символизирует движение по созданию родовых поместьй в России. Никого не видать. Здравствуйте! А мы вас ждем, чтобы вы нас пригласили, и, в общем, заходите, в принципе, домой. Может быть, вы нам расскажете, кто сделал вам такую красоту. Ну кто? У меня есть такой мастер Толя, который моя семья, как говорится. Вот он мне тут все и мастерит своими руками, из того, что есть у нас под руками. Супер. Вот. Так что вот фантазия работает, он творческий товарищ. Вот. И он все вот. Сейчас вот наличники вон там наверху, сейчас давно заготовки сделала, а сейчас решил поставить. А, это у вас новые, да? Ну вот это вот сейчас делает, он их подкрасил, они у него лежали года два. Ну, смотрите, как здорово. Ну, да. Все кругом украшает. Вот в этом году вырыли нам колодец, а он вот вместо крыши делает гриб. Вот у него творческие такие вдохновения. А это где колодец? А вот этот вот. Вот это, да? Ну, да. Грибочек большой-большой. Вот это творческий потенциал, да? Да, вот. Он потом его замажет глиной, покрасит, и у него будет белый гриб вместо крыши. Ну, просто так ему неинтересно. Ему хочется что-нибудь такое, чтобы красиво было. Креативное, как сейчас модно. Вот лозой переплетает, а потом все это замажет и покрасит. Ну, все, спасибо. Чтобы не это, да. Понятно, красиво очень. Ого, здесь она полностью вся прошла. Вот это, да, это столько трудов. Это же вообще, и как терпения хватает. Красиво. Я говорю, давай просто. Он говорит, а так мне неинтересно. Да. Вот, видишь, шляпка гриба будет. Белый гриб у нас пузатый. Ну, да, белый гриб. У нас тут белые грибы растут. Вот и... Да. Все украшает. Ну, мне нравится, Либо, у тебя уже сколько лет? 15 лет? Ну, лет 15, наверное, я уже тут живу. Да, ну, первые годы-то я туда-сюда ездила. На лето приезжала. У Молчановых жила. Вот, потом уже в своем доме летом жила. А потом... А потом уже вот, когда печку поставили, уже можно было потихонечку, потихонечку. Вот так вот. А Люба, а вот эти лесецкие сколько лет уже? О, это самая первая. Тут, правда, Толя мне ее обновил. Вот. Сначала тут была просто крыша на этих... И стояла тут печка. Ну, вы там сидите? И около этой печки, на этой печке готовили. А тут вот березы посадили, потому что тут же было чистое поле, и не было теней. Вот. И чтобы была хоть какая-то тень, вот, посадили березы, вот они за эти годы столько выросли. Вот. И тут вот всегда все обедали, ели у меня тут, ну, и гости приезжали, когда все друзья. Всегда тут размещались. А потом потихонечку уже и в дом стали заходить. Да, Люба, а ну это тоже оно... Это тоже он вытащил пень, ну, всякие там в лесу, полным-полно деревьев старых, которые уже даже без коры стоят. Вот отпил, перевернул, покрасил, вот тут вот у нас как бы это красиво. Да, как бы клумба. Главное, из ничего. И крыша-то у нас покрыта баннером. Вот, никак не сделаем, чтобы была нормальная. Ну вот. Слушай, была кухня, тут печка стояла кирпичная, и на ней я все готовила. Вот, потому что, ну, а потом, когда уже... Ну, а на зиму, конечно, все надо убирать. Да, а потом, нет, а просто она потом уже развалилась, и в надобности в ней ее восстанавливать не надо было. Ну и вот сделали тут вот инструменты стоят, велосипеды наши. Ну, в общем, как говорится, складское помещение. Вот он все и придумывает. Наконец-то начали ко мне мои родственники хоть изредка, но приезжать. В прошлом году первый раз внучка приехала с другом. Откуда? Из Пельми. Вот, а в этом году всем семейством мне на день рождения в сентябре прикатил младший сын из Ростовской области со всеми детьми, с женой. С юга? Да, с юга. Вот, первый раз они вместе все были, и им очень понравилось. В общем, понравилось им. Грибы тут, ягоды они с таким удовольствием. Рыбу ловили даже в пруду. Карасей. Каким размером? Да, одного вот такого поймали. А там мелочь там. Ну, а вы их кормите рыбу? Нет, я их никогда и не ловлю. Это у меня иногда Валя Иванова, этот, муж приходит, он любитель рыбы ловить. Он мне мелочи набросает, а крупных ловит. Вот это. Да. А что, у них пруда нет? Нет, он и у себя тоже ловит в этом году. Он там карпов разводил. Даже там уж он их кормит всегда. А я не кормлю. Но вы по образованию ихтеолог, а рыбу очень не... Ну, просто мне это, не это, жалко своих рыб. Он Толя однажды пять штук поймал, вот таких вот больших, несколько лет назад. Я говорю, ну ты же вроде как не ешь такое вот. А я их посолю, он все сыроеден был. Вот сейчас вроде более-менее хоть что-то ест такое. А потом говорю, когда что-то делал этих рыб? Он обратно выпустил, жалко, свои же рыбы-то. Пусть живут. Ну, они же воду чистят у меня, чтобы она чище была. Вот, фильтруют ее от грязи, от тины всякой. Да. А вот эти ягоды, это в общей ягодой или что? Нет, это называется берючина. Это, она очень хороший медонос и так красиво цветет белыми такими кисточками. Все кругом бело и пахнет медом так сильно, что просто даже вот за 20 метров чувствуется запах в маленьком горшочке. И вот он у меня вот так вот вырос. Самый большой получается. Другие, конечно, у меня много кедров. Весь забор там вот при входе кедры, но там в три раза меньше. Вот видите, какая память, да? Да. Вы знаете, кто. Да, конечно, вот он мне на 60 лет принес, когда это было 15 лет назад. Поэтому тут у нас мало было народу-то еще. И все, кто тут жил, все у меня собрались. Вот тут засидели за столом. Правда, это стол уже поменяли, потому что тот сгнил, новый поставили. Ну, дорогой подарок. Ну, да, вот и память осталась. А вот эта лиственница, это мне тоже одна подруга из Перми подарила. Тоже в маленьком горшочке. И вот уже какая выросла большая. Да и сумок у вас большой. Сумок, да. Это я когда-то вот к нам друиды приезжали из Минска. Вот, из Белорусского университета там. И вот они много продавали всяких разных саженцев. Я посмотрела, у Вити Чупрова растет. Думаю, значит, будет жить и тут. И вот посадила, и он уже много лет растет. Столько порослей кругом. Все время выкапываю, кому-нибудь отдаю. Я знаю, что сумок, это как вроде как приправа хорошая, да. Ну, вот он каждый год цветет. Бывали, он что-то, видимо, ему кисловата почва. Вот, и кисточки в этом году хилые. А то бывали прям большие. И некоторые вот ветки засыхают. Ну, новых полно. Вот, так что вот. Это пряничный домик. Ха-ха-ха. Даже на входе красота. Точнее, прямо с входа чувствуется красота этого дома, его история. Такие элементы творческие на пороге дома. Я там кашеварила. Квартина из ленточек, как интересно. Ну, да, из ленточек. Шкаф вот этот вот у меня был черный, то ли я его разрисовал. В общем, вот так вот все кругом. У меня и солнечная батарея, и простое электричество. Так что без света я не сижу. Хорошо. 15 ноября еще как-то свежие помидорчики. Да, свои помидоры есть еще. А где они у вас, в чем? А вот, вон лежат. А-а-а. Вот. Вот здесь вот. Вот тут два ящика. Тут вот уже заканчиваются. А то они были почти полные. Вы их выращивали в теплице? Да, в теплице. Сейчас не в теплице. На улице тоже было. Да, на улице. Оно сейчас ночью встали такие с розами, холодной. И не успевает выстрелить, и начинает пропадать. Меня зовут Люба. Я приехала сюда из Ростовской области, из города Цемлянска. Мы когда-то с мамой прочитали книжки. А тут как раз Молчановы делили землю. Наше поле родное было самое первое вокруг этого озера. Первое. Вот я приехала где-то в октябре месяце, делили 2003 года. Вот. Кругом слякоть была, борозды такие нарезанные. Ходила по полю. Мне сказали, какие участки вроде свободные, остальные разделены. Вот ходила, зашла на центральное поле, на самый центр поля. А там два длинных узких участка тянулись свободные. Посмотрела, думаю, ой, моей маме ноги болят. Донеса далеко, такая таскать донела. Думаю, нет, ни за что я тут брать участок не буду. А тут по краю потом пошла, вот так, участка. Мне сказали, вот там, где и Рыболковый участок. Вот там, вроде бы как, свободный. Вот. Думаю, мне вот этот вот участок, который вот я сейчас нахожусь, вот, мне очень понравился. Думаю, вот такой молодая порость сосновая идет. Вот поле, конечно, тут было совершенно пустое. Редко-редко, где какое деревцо было, потому что пахали не так давно. Вот. Ну и, в общем, когда на собрании стали делить участки, оказалось, вот тот вот участок, который мне понравился, он освободился. Ира выбрала соседний. Вот. Ну и, в общем, и получается так, что в нашем, на нашем поле, вот кто какой участок, кому понравился, вот и никто на него не претендовал. Всем получились такие участки, кому надо. Вот. Ну вот, и потихонечку вот так вот, вот, пересиделась. Мама моя бедная, она тоже так вдохновилась, хотела переехать. Но у нее сильно, это, мерзли всегда ноги. Я думала, вот сейчас вот печку, полы сделаю потеплее, чтобы ее пересидеть. Ну, не дождалась она, вот. Ну, ничего, вот потихоньку. У меня тут, в принципе, моего мало чего есть. Все, у меня раньше же мало было народу. Поля-то осваивали, пока мало было народу. И очень много людей просто останавливали, чтобы вот посмотреть, поля выбрать себе участки. И я всех пускала. И каждый мне кто-нибудь чего-нибудь делал. Вот этот стол мне сделали, лавки сделали, шкафы привезли. Моего тут только, ну, я скажу, швейная машинка. Вот этот вот диванчик складной я привезла свое. Стул еще. А? Раскладной стул еще был. Ну, был стул раскладной там. Вот. И все, остальное все мне надарили. Или кто-то что-то делал, или вот старые вещи у кого остаются там. Хочешь, там кто-то меняет мебель, привезем тебе. Ну, вот так вот и окна вставлялись. Вот старые вот, ну, конечно, надо бы поменять на современные, чтобы не так дуло. Ну, потихоньку. Вот. И даже полы стелили, так, по чуть-чуть. Тут до сих пор недоделанные полы, прикрыто тут вот ковром, то временно линолемом. Вот. Первые три года я ездила туда-сюда, летом здесь, а зимой домой уезжала. А потом уже вот, когда печка стала, уже окно одно появилось. Вот. И потихонечку, в общем, переселилась. Первые три года у нас мы каждую неделю собирались на центре поля. Там такая была атмосфера, чай пили, дни рождения отмечали. Вот. И когда вот я, я в сентябре, у меня день рождения, вот, и я, значит, отмечали все время в сентябре. Вот мой день рождения на центре поля. А потом мне говорят, вот, чтобы следующий год было у тебя на поместье. И вот как раз мне было 60 лет. Вот. И все, кто тут жил, или кто там шел, гулял, видят огонек. А у нас тут, ну что тут, электричества еще не было, ничего. Пока сидели на улице, а холодно стало. Зашли домой, тут вот у меня приделаны были такие вот пластиночки и свечки стояли. Свечки зажигали, пели песни, располагались на полу, так как стола даже не было. Ну, вот так вот и жили. Весело было, хорошо вспоминать. Уже даже не замечаешь, как много времени прошло. Но потихоньку, вот, все. Да, 17 лет, да? Да, да. Ну, вообще тут очень много сделала все своими руками. И вот конопатила, и доски обдирала от оставшейся шкуры, как говорится, от коры. Потому что там завелся караед, вот, не очень чисто были почищены. И фундамент для печки сама делала, и погреб я там вырыла, сама яму. Там у меня хранятся продукты вот здесь под ковриком тоже. Ну, печников даже не было. Мне вот печку делал один печник, он сам музыкант, из суда без одной ноги. Вот, и в общем, считайте, все кирпичи, все эти, раствор, и это я все замешивала сама, все ему таскала. А он только прикладывал, потом штукатурила. Ну, в общем, много чего сделала. Даже потолок почти все сама сделала, прикладывала эти палочки. Вот. Ну, когда, говорят, своими руками сделано, то энергетика в этом доме получается хорошая для души, для себя. Вот, и кто ко мне не приходит, всем нравится. Все говорят, как у тебя хорошо. Хотя и тесно, но дышится хорошо. Но, тем не менее, у меня тут и по 20 человек бывало, мы соберемся, столы пододвинем. Да, и всем хватало места. Да, да. Здорово. Ну, красиво у тебя расписана печка. Ну, вот Толя пришел, он по всем, как говорится, мотался везде, по разным поселениям. Ну, вот. А вот у меня задержался. Вот, и сейчас мы с ним вдвоем тут. То есть, он брал это родовое поместье. А, да. Да, вот. И теперь, можно сказать, тут почти все уже, все, что украшено, все это с его руками сделано. Ну, это просто золотые руки. У него фантазии безграничные. Да. А расскажите, может быть, историю, как он появился в вашем родовом поместье. Так он сам может рассказать. Как он такой человек бродячий. Вот. То там жил, то там жил. И в Ковчеге жил. И у нас тут у одного другого жил. А потом вот, все что-то не нравилось. Вот. А у меня я просто вижу, что у него такие способности творческие. И просто я хотела дать ему возможность творить, чтобы, ну, свободу творчества ему дать. Вот. Ну, старалась, как могла, не препятствовать. А как думаете, что его задержало в вашем родовом поместье? Ну, возможность творить, я думаю. Да. Ну, в другом месте ее не было, получается? Да, наверное. Там всегда контроль, условия ставятся. А я тут старалась все-таки как можно больше дать свободу творчеству. Самореализоваться, да? Да, самореализоваться. На вашем родовом поместье. Вот то, что он подорезал, он никогда этого не делал. Никогда. Он начал, вот у него что-то такое проявилось. Он раньше был художником. Вот. Ну, а вот думаю, ну, ладно. Покупала ему краски, бензин. Вот, чтобы он этим бензопилой режет. Потом напильники всякие разные. И вот у него вот это вот все лучше и лучше рисует. И главное, что ему не лень. Это он будет заниматься сколько угодно. Прям жажда творчества. Вот как вам повезло. Да? Притянула, наверное, своими энергиями. Так вот, я про это и подвожу. Что я его здесь задержала, конечно. Притянула своим доброжелательством. Вот, да. Наверное. Вот вы с таким трепетом рассказываете о вашем переезде на родовое поместье. У вас вот сохранились эти же эмоции для будущих каких-то новых свершений, новых реализаций в вашем родовом поместье. Вы с таким же стремлением вот сейчас что-то продолжаете делать спустя эти 17 лет? Нет, ну, конечно, эйфория прошла это вот все. Но я просто, когда я прочитала книжки, вот, я просто увидела смысл переезда на землю. Я просто как увидела, как свет в конце туннеля. Вот. И я поняла, для чего мне нужно. И без всяких, даже без сомнений. Вот я, например, встречала лет 10 назад со своими однокурсниками. Вот. В Перми я училась и школу там заканчивала, и университет там заканчивала. Вот. И даже мужчины мне говорят, слушай, Люба, ведь я мужчина, и я бы не рискнул один, один, вот, взять землю в таком, тем более, возрасте. Вот. А как ты решилась? Вот так. А я говорю, я даже об этом и не думала. У меня даже и сомнений не было, и я не думала, что я не смогу. Все, захотела, и я увидела, как это сделать, перспектива, и все, вот, постепенно, ведь и забор вырос огромный. Вот. Он меня уже, как бы, ограждает от влияния внешней среды, от влияния всех энергий каких-то. То есть я сейчас уже могу собственные мысли слышать, а не чужие ловить. Вот. И мне помех нету. Вот. Березовая беседка у меня такая, что все приходят и говорят, ой, как у тебя тут дышится хорошо, как здорово. А мне говорят, что это уже у меня портал. Вот. Потому что березы, они же, вообще береза, она человеку дает силу. Вот. А тут такое в кольце взятые березы, и они уже большие. Какая энергетика-то высокая получается. Долго в ней там спать, например, или палатку ставить нельзя. Потому что не каждый, так же, как вот из кедров дома строят, не все же могут там жить. Потому что очень сильная энергетика. Так же вот и в березовой беседке. У меня одна женщина там пришла, жарко стало, легла в березовой беседке, в этой полежала. А потом пришла и говорит, я потеряла ориентацию. С полчаса она не могла понять, где вверх, где вниз, у нее все кружилось. Вот. Поэтому очень сильная энергетика там. Вот так вот. Вы формировали как-то, да, эту зону? Сажали березу? Ну, да, сажала. Я все сажала. И вот мне нравятся березы, очень люблю березы. И поэтому, значит, я даже и при входе посадила аллею березовую, чтобы... Ну, они почему-то у меня с одной стороны более-менее прижились, а с другой стороны все время засыхали. Вот. А потом подсадила туда яблони. Даже вот яблони, это семечек, из семечек посадила несколько яблонь, первоистоков. У меня там уже плодоносили две яблони в прошлом году. В этом году почему-то морозом побило все цветы. Вот. А так вот. Они такие небольшие, но вкусные. Самое интересное, что получились разного сорта. Одна яблоня ранняя, другая поздняя из одного яблока. Ну, вкусные, в принципе, съедобные очень даже. Да. Очень много у вас там посадок, конечно. Ну, да. За 17 лет очень большая работа проделана. Хочется побольше цветов, чтобы красиво. С каждым годом что-то я огород все меньше и меньше делаю. Как-то уже не съедается столько продуктов. Да. Ну, вот поставили две киплицы. Потому что на улице сейчас в этом году очень плохо поспевают. Три раза заморозки были, да. Да, заморозки вот такие вот. Да, вот холодные росы. Ночью контраст, очень большой контраст дня и температуры дня и ночи. И поэтому вот помидоры стали пропадать. Вот зиму не дозревали. А так нормально. Ну, в общем, вы уже все имеете. Все свои овощи, фрукты. Да, да. Огурцы, помидоры, кабачки, тыквы. Что еще надо? Морковку, свеклу, лук, капусту. Ну, капуста у меня как-то она не получается. Уж больно здесь кислая почва. Вот, а капусте надо хорошая почва, чтобы было так же, как и свеклы. Сначала как мышиные хвосты свекла росла. Ну, я раскатывала тюки сена. Ну, как-то раз привезла машину земли хорошей. Стало лучше расти? Да, стало лучше. И цветы лучше стали расти. Вот, и свекла выращивается. Ну, золы много из печки. И там, она же тоже и микроэлементы, и раскисляет почву. То есть у вас натурально-природное удобрение получается? Да, да, да. Да, и никакой химии ничего нет. А еще говорят, вот этот вот дым, который идет от печки, он благотворно влияет на деревья, особенно на плодовую. Да? Ну, может быть, что от него как бы это теплее? Ну, не теплее, но вот что-то такое, не знаю. Такое вот я слышала. Может быть. Вот. Вот. И баня у меня, главное, есть сейчас. Вот в этом году уже пруд выкопали. А то ходила то к Молчанам, то к Кире Волковой за водой. Вот. А сейчас, раньше я все время пользовалась, вырыла пруд, и воды было много. По весне, например, через край текла. А вот последние два года, как в осенью вода уйдет, высохнет, например, за лето, так и по весне нисколько не больше. И смотрю уже совсем, ну, по пояс только воды. И даже пониже. Вот. И, ну, и тут я уже забеспокоилась. И как-то вот так вот намерение высказала. И вселенная же изобильна. Вот. И получился у меня и пруд. Вернее, ой, этот, колодец. Вот. Сейчас и баня есть своя. В общем, все есть. Да. И баня есть, и колодец есть. И сейчас, конечно, проблемы с водой уже нету. Вот. Замечательно. Еще зимой еще нет. Не знаю, как. Мне в феврале только выкопали колодец. Вот. Ребята там из Владимира. Ну, надеюсь, что одиннадцать колец. А на первых, на нижних трех только вода есть. Ага. Или на четырех. Ну, метра три глубиной, три с половиной есть воды. Да. Ну, и вода сначала была мутная, а сейчас очень хорошая. Прозрачная, ну, как родниковая. Вот. И я довольная. Вот. Их друзья, когда ко мне приезжают, они с большими флягами пустыми приезжают и наполняют водой, чтобы не покупать в магазине хорошую воду. Вот так вот. У вас есть какие-то животные, может быть? Кошка. Ловит мышей. Поначалу тут мыши грызли все. Ну, скрежет стоял. С пылью только слышу, под ухом у меня дырки в полу прогрызали. Да, банки в подполье, вот пластмассовые крышки сгрызали, даже бока канистр сгрызали мыши. И какие мышеловки я не ставила, все равно не помогало. Ну, а кошка, кошка свое дело знает. Она только таскает мышей. Она даже ласок ловила мне тут. Вот. В этом году недавно ласку поймала, правда маленькую. Вот. В прошлом году две поймала. Как-то раз крысу принесла. Вот. А мышей даже кротов ловит. Так что у меня сейчас все овощи, и то и картошка, и яблоки в подвале все целые. Вот. А то все было погрызенное. Почему курочек не заведете? Кого? Курочек. Курочек? Нет. Курочки, это для них надо, во-первых, специальное для зимы помещение. Во-вторых, им все равно зимой и надо покупать. И потом они хороши, когда на воле гуляют. Но тут у нас вот еще ястребы. Вот. Прямо тут очень много в лесу. Вот. И вот у соседей вот есть так и очень часто. То лиса, то еще что. Лисы, да. Вот. И потом курочки, это значит, ты с дома не уедешь. Вот. Это надо, чтобы вот семья была большая, чтобы кому-то там, кому-то там, например, оставаться, их кормить. Вот. Потому что летом-то можно выпустить их. Но и опять, стоит только хорошую грядку сделать, свеженькую. Они, если вышли, все, они разгребли, все. Вот у меня соседи по три раза пересаживали. Чуть ли не плачет. Вот. Хозяин выпустит кур, а хозяйка плачет. Вот. Так что нет. Я уж лучше у соседей яйца куплю. Это что у вас такое? Что? Тыквы. Такая длинная тыква? Да, это тыквы такие. Такой сорт. Она хорошая, вкусная? Да, сладкая. Могу дать попробовать. Как раз разрезанная у меня там есть. Такая же? Угу. Такая большая. Когда такую не видела. Это я в прошлом году обнаружила семена. Одно семечко. Очень, даже срок годности прошедший. Подруга мне надавала там каких-то своих семян. Я попробовала, и одно семечко взошло. И вот сразу было, сразу шесть тыкв таких. Каждая тыква. Килограмм по десять, да. И вот в этом году еще тоже несколько штук таких вырастила. Одну тыкву только посадила. Ну, а в этом году всего два семечка тыквы посадила. Ну, десять тыкв у меня выросло больших. Ну, двух сортов разных. Есть у вас семена? Да, конечно. Вон. Дадите? Над печкой вон сушится. Пожалуйста. Да. Мне нравится у нее шкурка толстая. И легко грызть их. Этих семена, когда высохли. Бывает тыквы, у них тоненькая шкурка. И они вот так прилипают к семечку. И трудно отколупать семечко. А это легко. А, вы сушите, потом едите, да? Ну, да. Да. Здорово. Люба, на праздниках вы берете гитары и поете? Ну, вот раньше сочиняли песни. Да нет, сочинять я сама не сочиняла. Я просто так аккомпанирую. У меня семиструнная, у всех шестиструнки гитара, а у меня семиструнная. Вот, поэтому тут ни у кого нету такой гитары. Я на шестиструнке не умею. Мне как когда-то научили. Уже когда университет закончила, меня научили на гитаре играть. Вот, ну, так вот. Кого на день рождения поздравить, если какой-нибудь придумать там, на какую-нибудь знакомую песню слова. Ну, так что вот, да. Много у вас здесь друзей-единомышленников? Да, в принципе. Поселения. Я со всеми дружу. Я и в хор ходила в наш. Вот, ну, сейчас он у нас пока что распустился. Вот, много лет ходила в хор. И на йогу я хожу. Вот, вот. То ходила на такую вот из мирного, там Женя вел йогу. Потом у нас Таня Есина появилась с дружного. Вот, я на нее ходила. Вот, сейчас в последнее время у меня столько всякой разной другой работы, что мне некогда ходить. Ну, я думаю, каждое утро делаю зарядку. Так что, да. То есть, получается, жизнь в поселении интересная. Да, честно говоря, когда я сюда приехала, то у меня было сил намного меньше. Вот. А сейчас, вот я, например, не могла косить. Я беру косу, 10 раз махну, мне и сердцем плохо, и одышка. Кто-нибудь приезжает ко мне, останавливается. Что тебе помочь поделать? Я говорю, покоси. А сейчас я могу спокойно свою межу 150 метров за один раз прокосить. Вот, простой ручной косой. И, ну, конечно, не то, что вот взяла и кашу без остановки. Чуть-чуть отдышусь и дальше кашу. И вот могу, в принципе, за час, за два я прокосила. Вот, эту межу. Ну, сейчас триммер появился. Надо не запускать только. Сейчас все-таки легче. Вот. А раньше все руками косила. И с триммером тоже справляетесь? Да. И с триммером тоже. Ну, вот так вот с бензопилой не дружу. Больно тяжелая. А триммер у меня такой не тяжелый, легонький. Я могу сама на нем косить. Вот. Ну, сейчас у нас и бензопила есть, и триммер, и, в общем, всякие там приспособления электрические. Вот. Лишь бы только это в помощь. Вооружились для удобства техники. Шуруповерт. Да. Потихонечку. Или сам там крутишь отверткой, или шуруповертом раз, и все. Вот. Так что все по чуть-чуть. Расскажите, Любовь, как вы видите развитие поселения вашего? Ой. То есть есть перспективы какие-то к росту? Может быть, школа в перспективе появится? Да, перспектива, конечно. Я представляю, что было бы очень здорово, если бы у нас открыли ноосферную школу. Потому что ноосферное образование – это такое образование для детей. Я там все время к ним, они меня приглашали, я им, когда были семинары, или вот эти школы для детей, я там, вот, я им готовила там, детям. И сама прошла пару ступеней этого ноосферного образования для родителей. Вот. И я поняла, что вот когда дети учатся в ноосферной школе, они не устают. У них развивается и левое, и правое полушария равномерно. И у них мозг загружен так, чтобы им было интересно. Они даже с уроков уходить не хотят. Их учат и левой, и правой рукой писать, и вместе, двумя руками. И творчество сочетают с такими вот, ну, сразу с играми, различными вот представлениями, с расслаблениями, чтобы ребенок, например, вот, урок представь себе, говорит, вот, ну, какие-нибудь, вот, например, русский язык. Представьте, включает учителю музыку тихую, вот, и говорит, представьте, что вы на полянке, вот. Что вы видите вокруг, что вы, ну, дети, образное мышление развивается, вот. Посмотрите, выползает ежик из леса, и у него буквы написаны «жи-ши», «ё-е-жи-жи», и вот такой образ они представляют, вот. А потом говорит, ну, теперь расскажите, дети, кто чего представил, у кого чего получилось увидеть. Вот. Потом им зарядку дают, чтобы они, например, вот, например, на одно слово он приседал, на другое слово, вот, ну, по правилам там русского языка, поднимался, и это очень хорошо укладывается у детей, им интересно, и они не устают, им хочется еще дальше. Потом зарисуйте то, что вы видели, вот. Ну, в общем, вот. А потом учитель еще расскажет, как он видит. Вот. Я вот почитала, посмотрела, и мне показалось, что так детям так интересно прямо вообще, вот, учиться. Ну, это я думаю, что это все равно будет у нас когда-нибудь. Тут у нас уже родители, которые прошли на сферное образование для взрослых, чтобы знали, как воспитывать детей. Собирались им и представляли, какая будет школа, где она будет, вот там в Ладном, около Дома Творчества, там у них есть сколько-то, несколько гитар общей земли, и вот там они планировали когда-нибудь в будущем сделать эту школу. Вот. Ну, вот сейчас у нас же тоже все равно как-то стараются объединиться. У нас уже дошло, что у людей выращивают продукцию больше, чем им надо. Вот. И чтобы эта продукция можно было кормить кого-то, вот организовали же у нас уже сейчас магазин своих родовых поместьй, и кто там чего, кто там чего, значит, лишнее вырастил, пожалуйста, сдавай, и у тебя купят. Вот. Очень даже хорошо. Я с удовольствием туда хожу, что-нибудь себе иногда покупаю тоже из того, кто... Там и поделки, кто чего делает, и продукты, и заготовки. Вот. То есть большой ассортимент представлен в магазинах, да? Да, 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 да. И даже фермеры молоко привозят туда. Некоторые свое, тоже молочные продукты, сыр, масло делают, творог. Вот. Сметану я там у них покупала, и творог, и сыр даже вот. Очень даже вкусно. То есть получается, все-таки со временем развивается поселение, развивается деятельность, производство какое-то, да? Да, сейчас вот Добрая Земля, они тоже стараются, чтобы дети не уходили в город, они хотят, чтобы дети остались здесь, как-то заинтересовать. Вот. Всякие кружки тут, много разных кружков для детей. Просто и выпиливание, и математика, и рисование, и творчество, разные студии сейчас открываются. В общем, детям тут очень интересно было бы, если вот родители отдавали детей, но сейчас даже детский сад есть. В Доброй Земле детский сад. И наши, наши же люди, в этом детском саду работают, и детей, кому маме надо, например, в город съездить или что, вот несколько часов в день работает этот детский сад. Света Рябова там воспитательницей работает, они там тоже им праздники устраивают. И там дети не по возрасту, они все вместе, разных возрастов. Вот, как в школе Щетинина. Нет, тот старший в Перми. И сказал, и сам не поеду, и детей не пущу, у вас тут секта. Сейчас уже так не говорит старший сын. Вот, вот в прошлом году внучка приезжала, но ей уже 23 года, внучке, вот, с женихом. Вот они мне заново восстановили там лавки, со столиком, а то там сгнили, то ли выбросила, а потом ему пришлось уехать. Вот, и пока не было там ничего, неудобно было без стола со скамейками. А летом там так хорошо, а там иногда и сами выходим там, чай пьем, обедаем. Так что, да, летом тут очень хорошо. Прямо под ногами грибы растут. Красота. Землики кругом полно. Ну и вообще спокойствие. Николай, тишина такая. Внучка, внучка моя говорит, ну вот ее друг, он не любит шум. Вот когда спит, это, ему надо, чтобы тишина была. А он просыпается утром и говорит, а здесь чересчур тихо. Тут такая гнетущая тишина, что просто так непривычно, что даже настораживает. Да, и темно, и звезды, пожалуйста, тебе считай. Вот, фонари не горят. Да, тут, говорит, чересчур темно, это тихо. Ой, ну вот эти зеленые прямо. Да, они целый год растут, лимоны, пока вырастут, постыли. Каждый год по 4-5 штук, да? да, цветут. Вообще покупать не надо за лимоны. ну вот что-то вот ему не хватает, вот листья осыпаются. Так это же уже зима. Но он цветет круглый год, да нет, он цвести может круглый год, может цвести, потом какие-то, только завязывается, какие-то цветут, какие-то спеют плоды. Ну это я от мамы привезла из Цемлянска. Росточек, вот, вернее, веточку, я воткнула ее в землю, закрыла колпаком, и она у меня пустила корни. Люба, вот это как называется? А это я не знаю, это какая-то разновидность кактуса, мне понравилось, и я взяла, это отщипнуло веточку, отщипнуло веточку, да, оно не колючее, вот он такой, как бы, свисает плитушка. Ну ты любишь эти цветы, у меня есть одна вазочка беленькая, большая, если хочешь, можешь забрать для вот этого. Да у меня столько горшков, мне окна-то некуда ставить. Вот летом на веранду, на окна ставлю цветы, а зимой-то куда? И так вот, вроде так понравился цветок, а куда их девать? Да, да. Вот некоторые цветки вот эти вот, вот ни с того ни с сего, начинает вот, цвет набирает, видишь? И такие вот, такие красные эти шапки. Это от мамы привезла еще из Цемлянска, у нее эти цветы были. Ну да, обычно в марте месяц. Да, обычно в марте, а тут вон, круглый год, то один цветок расцветет, то другой. Как у вас еще есть хобби или увлечение что-то? Хобби? Да. Ну я не знаю, ну зимой чего делаю? Вяжу крючком. Да, очень много у меня вещей было вязаных, всяких разных, но я свяжу себе, поношу, потом кому-нибудь подарю. И платье вязала, и кофты вязала, и кофточки вязала, в общем, и костюмы, чего только не вязала. Но больше все крючком. Вот, я как-то спицами копошусь долго, а крючком быстро. Вот. Ну, шью иногда, но шить я не очень люблю. Тут разрежешь, если не так, распустить можно вязание, да. Ну, тем не менее, и шью, когда приспичит. Вот. Ну, зимой мы еще читаем что-нибудь, или какие-нибудь фильмы смотрим. Да. Ну, я это еще хожу уже много лет, на группу света в Москву езжу, раз в две недели. Световой работой занимаюсь. Это что такое? Да. Это есть такая, много групп в стране. Вот. Ну, стараемся, стараемся, учимся быть волшебниками своей жизни. Вот так можно сказать. Вот. То есть, учимся управлять своими мыслями. своими, отслеживаем свои мысли, подступки, намерения высказываем, чтобы вот какое-то событие совершилось. Изучаем законы космоса. В общем, это интересно. Мне интересно. Да. Вот Владимир Николаевич в твоей книге рассказывал, да, вот о телепортации, о вот корабле. Ну, да, я читала. Я к этому отношусь с пониманием, как говорится. Я этому верю, потому что говорят, что ничего диковинного, чудесного не бывает. Надо просто знания иметь. Это всё основано на знании космических законов и на законах Вселенной. И всё, что случается, это не чудеса, это просто мы не знаем, как это делается. Чем больше знаешь, тем больше всё это понимаешь. Вот. сейчас очень много у людей будет открываться всяких таких вот экстрасенсорных способностей, потому что энергии другие на Земле идут, вибрации Земли повышаются, наши тела перестраиваются сообразно этим вибрациям, чтобы выжить, потому что если очень низкие вибрации у человека, а высокие энергии поступают из космоса, он просто изнутри сгорит, если его тело не будет перестроено. Но самое главное радоваться жизни, всему радоваться, благодарить, и тогда будешь жить долго и счастливо. Я верю, что и бессмертие будет. Когда-то скоро наши тела перестроятся так, что люди не будут болеть и не будут умирать. И будут жить столько, сколько захотят. Вы вернётесь в своё родовое поместье? Ну вот это самый главный смысл родового поместья-то, что вернёшься туда, где заложил основы. Да, вот это самое главное. Да. Здорово, супер. Да, самое главное, что меня, что я поняла и что меня сюда притянуло. Вот мне вот, я жила в Цемлянске, там у меня дача 10 соток на берегу моря Цемлянского, и виноградники, и абрикосы, и сливы, и персики. Вот. Собрались, моя лаборатория, наш отдел, меня провожать. Начальник нашего отдела говорит, ну что тебе ещё надо, ну ты посмотри, тут у тебя рай, поддерживай только всё, и воздух свежий там, вот, и море, и всё спелое, и тепло. А вот я, говорю, духовности не хватает. Вот тут вот я сюда приехала, сюда всё-таки собирались люди, которые как-то более, более духовные, не только что вот у них поесть, попить и всё. Вот. Я тут только начинаю что-то говорить, а мои мысли уже продолжают, мои соседи или друзья рядом стоящие. А там я начинаю что-нибудь такое говорить, они крутят у беска, говорят, ну ты, что тут сказки рассказываешь? Ну вот. Я говорю, мысль материальная, а не ха-ха-ха-ха-ха. Вот и всё. Ну вот как? Мне тут комфортно именно духовно со всеми общаться. Тут более понятливые, да, люди более с таким вот, более с высокими вибрациями. Расскажите, как вот вы именно переехали вот именно сюда? Почему вы выбрали Владимирскую область? Ведь в тот период 15-17 лет назад поселения зарождались и в других регионах. Не так, конечно, стремительно, может быть, как во Владимирской области, но тем не менее не появлялись. Почему именно ваш выбор пал на Владимирскую область? Ну, во-первых, во-первых, я в Ростовской области жила только 25 лет. Вот. А я приехала в Ростовскую область из Пермской области, из Перми. Вот. А там природа, тайга, и я очень люблю березы. А я жила в сепях. Вот. И все, колючки, сушь, вот это солнце, если ничего не польешь, то и ничего не вырастет. Вот. А здесь березы. Вот. Во-вторых, у меня на даче, напротив меня, значит, была соседка, с которой мы песни пели вместе. Мать Тани Молчановой. Вот. И так как Молчановы взяли участок, поместье, я их знала, и вот она тоже собиралась туда к ним переезжать, и ей очень хотелось, чтобы я с ней была рядом. Вот. И я решила приехать, посмотреть. А тут как раз книжки прочитала, загорелась. Решила посмотреть, ну и вот так вот тут выбрала себе участок, сразу и осталась. А потом... Из рук. Да. Да. Так что вот... Ну, говорят же, ничего случайного не бывает. Ты подошел к этому, тебе приходят обстоятельства, даже человека почему-то тянет переехать. Почему? Потому что он уже... Вибрации этого местности уже не подходят, уже ищет там, где тебе комфортно. Вот. И переехала. И даже ни разу не пожалела. Мне очень тут нравится. А ну это чувствуется... И грибы, и ягоды, и никуда ходить не надо. Пожалуйста. И так же самое выращиваешь и помидоры, огурцы. Единственное, что по ночам холодно. Вот. А зимы там тоже холодные. Там еще бывает и холоднее, когда ветер дует очень сильный, там витража сильная, открытая все. И снега нету. И 30 градусов бывает. А тут лучше со снегом. А как вы познакомились с книгами Владимира Николаевича Мегра? А вот Таня Молчанова, мать, мне говорила, вот интересные книжки, интересные книжки. А мне все некогда было их почитать. Вот. Все думаю... Ладно. Когда потом... Ну, не знала. Интересные, интересные. Не заглядывала ни разу. А потом приехала к своему сыну в Пермь. Вот. Там у них ребенок родился. Я приехала нянчиться. Вот. И увидела эти книжки. У них было 4 книги. Вот. И тут у меня время выпало свободное. Я решила начать читать. Но как только я... Как только я начала читать, я уже остановиться не могла. Вот. На тот момент уже было выпущено 7 книжек. Уже напечатанных было. И мы с мамой читали на перегонки. Я ходила на работу. Прихожу она. Ну, давай, где там следующая книжка твоя? Она уже не работала. Вот. Ну, вот. И мама у меня была, как говорится, единомышленником. Она мне деньги субсидировала на то, чтобы дом, вот, основу поставить. Она работала до 83 лет врачом. Вот. И так как у нее, значит, она работала, и пенсия у нее откладывалась. Вот. И она мне сразу 50 тысяч выдала. Вот этот вот сруб в то время стоил 50 тысяч. Представляете? Вот. И сразу вот и поставили. Ну, потом все потихонечку, потихонечку. До сих пор у меня на крыше вместо крыши баннер. Никак не покроем нормальной крышей. Все, денег не хватает. То надо, то другое надо. Каково это осознавать, что главный идеолог движения «Звенящие кедры России» писатель Владимир Мегре ваш сосед по поселению. Как-то есть какое-то ощущение, например, либо вы его воспринимаете как обычного соседа. Вы действительно, вы относитесь просто к нему как к соседу, что вот здесь живет просто писатель, и он как ваш сосед. То есть вы не видите в нем какого-то там идеолога движения, писателя? Нет, ну, конечно, фанатом его я и не являюсь. Вот. Но я ему благодарна за то, что он вот эту вот идею принес. Вот. И люди, когда люди идут на землю, у них как бы освобождается, появляется возможность мыслить самостоятельно. Вот. И они уже и в экологически чистом районе, и мысли у них направлены туда, куда надо. Вот. Главное, самый первый толчок. А дальше, ну, вот, конечно, в начале у меня было, может быть, большее такое вот отношение и ходила на все собрания, занятия, когда встречи с Мегре. Вот. А сейчас уже как-то все время он частенько же, мы его видим там, ну, как сосед. Да. Давайте завершим такую интересную беседу вашим, одним из вашего творчества. Нет, ну, это... Вы нам собираете. Вот, когда пошли родовые поместья, вот, то появились и очень много на основании вот этого прочтения книг Анастасии, появилось очень много бардов, которые на эту тему написали всякие песни. Вот. И даже вот Владимир Николаевич Мегре выпустил даже диск, вот первый там, вот в этом диске я одну очень песню мне понравилась, я выучила, потом еще парочка там из этого диска песен я пела, но вот тех я забыла, вот одну помню. А потом появился Каратынский, который, Александр Каратынский, который насочинял по прочтению книг Мегре очень, прямо целую серию песен. И вот он сейчас, можно сказать, любимый бард, чьи песни я пою. И несколько песен этого Каратынского я выучила для себя, потому что у него, вот, хоть он поет не очень хорошо и плохо люди воспринимают его голос, но смысл его песен и мелодии мне очень нравится. Вот. И я, например, несколько песен его с удовольствием всегда пою. И у меня и друзья мои тоже поют эти песни. Ну, может быть, вы также с удовольствием сыграете? Да, я вам сыграю сейчас его песню, хотя бы одну. Давай, все здорово. Не верь в чужим словам, ой, скажут, все пройдет. Из тех, кто видит храм, не всяк в него войдет. Пусть наша жизнь, как и бег по разным этажам, не войдет. Но каждый человек свой выбор сделал сам. Знакомые слова и свежая трава и свежая трава опять пробьется ввысь. Пусть цепь материков не вечно под луной, но свет но свет былых веков уходит мир иной. Не верь, что все пройдет, мир крутится не зря. Всему есть свой черед, всему своя заря. И каждый твой разбег и крылья в каждый взмах все отразится в тех небесных зеркалах. Не плачь и не проси под очки да не слепым и свой виниц неси по лестницам крутым. Чем выше твой подъем, тем дальше горизонт и с каждым новым днем все ближе звездный трон. Не верь чужим словам, коль скажут все пройдет не с тех, кто видит храм, не всяк в него войдет. Пусть наша жизнь как бег по разным этажам, но каждый человек свой выбор сделал сам. тюрьм очень красиво вот эта песня конечно сколько лет назад написано и она не теряет свою актуальность она и сейчас как будто для нас для нашего времени еще что-то тоже каратынского не знаю что-нибудь красивое ну хорошо поете но я вам могу спеть просто вот эту песню которую про дом которую все тут у нас поют в поместьях а мимо текла текла река плыли куда-то облака шел человек была дорога нелегка да нелегка а человек мечтал о том что он построит гетодом и поселиться счастье с ним в домике Том в домике Том а человек мечтал о том что он построит гетодом и поселится счастье с ним в домике Том Если в дороге уставал То непременно напевал Песню любимую свою Ту, что пою, ту, что пою Дом, как известно, всем давно Это не стены, не окно Это не стулья со столом Это не дом, это не дом Дом, как известно, всем давно Это не стены, не окно Это не стулья со столом Это не дом Дом — это там, куда готов Ты возвращаться вновь и вновь Радостным, добрым, нежным, злым Еле живым, еле живым Дом — это там, где нас поймут Там, где надеются и ждут Где позабудешь о плохом Это твой дом, это твой дом Дом — это там, где нас поймут Там, где надеются и ждут Где позабудешь о плохом Это твой дом А мимо текла, текла река Плыли куда-то облака Шел человек, была дорога Нелегка, да и легка А человек мечтал о том Что он построит методом И поселится счастье с ним В домике Том В домике Том А человек мечтал о том Что он построит методом И поселится счастье с ним В домике Том Спасибо, Любовь Пожалуйста Пойдемте дальше Хотя мы сейчас бы и слушали Да, песен у меня много Я могу их петь целый день Разные Весело вам здесь, хорошо Да, мы с Толей часто поем Даже он мне поет И сочинять он может даже И стихи Еще и можете сочинить Песенки, да? Да, вот Недавно был день рождения У Вали Ивановой А он слова сочинил И мы ей спели И очень даже я учила Новую Передически Но я ее уже выучила Все, я уже выучила Написали, да, песню новую? Да нет, это я учила Мне присылают иногда По WhatsApp Кто-нибудь какую-нибудь песенку Понравится Думаю, ой, надо выучить Любочка, спасибо Ну, конечно Да, такой продольный Продольный вообще не было Циквы Цикву кусочками В блендер воды залить И такой, как так говорят Каждый день по 100 грамм Так вот циквы съедать Выпивать И очень хорошо чистится кровь Да Вот целый месяц надо пить Вот, вот, на-ки, вот вам Ой, спасибо большое Вот Ешьте, только шкура не почищенная А где? Ну, можете попробовать Да, да, да Да, это я просто не успела Ее почистить Можете попробовать Если хотите Если понравится А то, может, не понравится Давайте Я думаю, понравится По форме прям вообще оригинальная Да Ну, да, мне понравилось Что одноцепленное И сразу И вкусное И вот Вот, сейчас Потреду Можете попробовать Спасибо Это мои дети Картине Вот видите Уже сколько картин И очень красивая Картина Мне нравится Да Да Спасибо за субтитры